Не Контра, а Контра. Вот она, радость для настоящих олдов. Непопулярный шутер про перестрелки на карте Дедас 2, а культовый платформер от Konami с гуками на деревьях и пришельцами на секретных базах. В этом году Контра отмечает очередной юбилей. Некогда великой серии стукнуло аж 35 лет. И поверьте, уж столько за эти годы крутых игр было, особенно в середине 90-х. А потом начались кризисы, перетасовки. В итоге Кодзиму выперли из Konami, а весь игровой бизнес перекинули на автоматы, починку и сотрудничество с футбольным клубом «Бавария». Как же так вышло, что за последние несколько лет серия деградировала до уровня донатной мобилки, сделанной китайцами за миску риса и кошка-жену? Если хотите знать, то вы по адресу. Вспомнить со слезой ностальгии, а затем вытереть ее прикладом шотгана сегодня решили. Голос Антон Киреев, монтажер Александр Кореев и сценарист Антон Белый. Хватайте хершеколу, жвачки турбо, вафли, куку-руку и гоните вместе с нами назад в ностальгические 90-е. 30 лет назад компания Konami клепала хиты быстрее, чем на экраны выходили фильмы с Джеки Чаном, а выходили они реально часто. И Contra стала лишь одной из легендарных серий Konami, которые компания благополучно пролюбила. Но даже на фоне таких хитов, как Castlevania, Metal Gear и Silent Hill, для Contra нашлось место в пантеоне золотых хитов. Все просто. Платформенный экшен о двух мужиках в красных и синих штанах выгодно выделялся на фоне других игровых боевиков. Первая часть вышла в 1987 году, став одной из самых технически продвинутых игр того времени. Игра подкупила современников крутейшими уровнями из-за спины героев. Они создавали ощущение погружения в события игры, придавали ей достоверность и даже какую-то осязаемость. Мы реально участвовали в этих боевых действиях. А обычные сайд-скроллер уровни с видом сбоку подарили игрокам уникальную возможность стрелять в восьми направления. То есть в игре была необычная по тем временам вещь — стрельба по диагонали. Разумеется, такая игра была обречена на успех. В 80-х культовыми экшн-героями были Шварценеггер и Сталлоне. Именно с них списали образы двух главных героев. Билл Райзер, он же накачанный мужик в синих штанах, — это буквально дач из фильма «Хищник». А напарник Билла по имени Лэнс Бин чертовски похож на Рэмбо из одноименной серии боевиков. Сходство было намеренным, но не стопроцентным, таким, чтобы за использование образов не пришлось платить. Первая часть выстрелила в аркадах и вполне закономерно переехала на консоли. На приставке NES пришлось пожертвовать детализацией, которую вытягивало мощное железо. Авторы тогда ещё не знали, сколь лихо озолотит их игра в ближайшее время. Детище Konami вошло в четвёрку самых коммерчески успешных игровых аркад года в США, а версия для Dendy, пардон, для NES, та же заработала престижную награду как лучший экшен года. При этом игру хвалили за разнообразие. Она начиналась в типично вьетнамских джунглях с гуками, которые прятались на деревьях, а заканчивалась на базе пришельцев с какими-то мутантами, дизайну которых позавидовал бы сам Гигер. Да ещё и бешено бьющееся сердце гиганта-мутанта в качестве финального босса. Вот только переносили на NES её долго. На аркадных автоматах Contra 2 вышла раньше, чем первая часть дошла до восьмибиток. А вот в Европе игру ждала неразбериха. Аркадную версию переименовали в Грайзер, но позднее название сочли неблагозвучным и отказались от него в пользу обычного Contra. А вот европейские игроки на консоли Nintendo Entertainment System с опозданием получили доработанный порт игры. В 1990-м их ждал Probotector, максимально беззубая версия, из которой вырезали всю кровь, насилие и чернуху. А людей вообще заменили на роботов, включая главных героев. Короче, европейцам пришлось не сладко, а всё из-за строгих законов Германии, которые в то время ограничивали распространение видеоигр с графическим насилием. В ближайшие годы жители Пала региона получали только такие версии всех новых игр Contra. На создание сиквела потребовалось меньше года. Первая часть вышла в феврале 1987-го, а её сиквел Super Contra добрался до аркад в декабре того же года. Одну из уникальных фишек первой части — 3D-уровни с видом из-за спины убрали, их заменили на локации с видом сверху, как в популярной серии экшенов «Икари Вориорс». В качестве бонусов игроки получили возможность прокачивать пушки, подбирая паверапы с буквами оружия по нескольку раз, а также контролировать высоту прыжка коротким или длинным нажатием на кнопку. Лучшей стала версия для NES под названием Super C, где были дополнительные уровни, аж три штуки, и новый финальный босс Кимико — монстр, напоминающий переход цикады из стадии нимфы в Имаго, к которому приклеилось огромное человеческое лицо и куча каких-то непонятных конечностей. Дебютировав в Super C, этот босс стал популярным и заглянул ещё в полдюжины поздних выпусков этой серии. Не исключаю, что именно в честь этого монстра шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке назвал свою антигероиню Кимико. В комиксах лучшего сериала нашего времени у неё не было имени, и она откликалась на прозвище «Самка». Ладно, отвлёкся, возвращаемся к контре. Игра вновь завоевала сердца геймеров. Более того, суперавторитетное издание Electronic Gaming Monthly, которое является аналогом IGM в Штатах, поставило её на девятое место среди величайших аркад того времени. Серия набирала обороты и уверенно превращалась в поп-культурный феномен. Рост узнаваемости помог порт второй части на Game Boy. Там игру переименовали в Operation C, доработали с учётом ограничений карманной консоли и немного упростили геймплей, добавив пушку с самонаводящимися патронами. Третья часть серии вышла аккурат к пятилетнему юбилею в 92-м году. И опять 25. В Японии и Штатах она называлась Contra 3 The Alien Wars, а в Европе её нарекли витиеватым Super Probotector Alien Rebels. Что за такие пришельцы-бунтари было решительно неясно. Но людей вновь роботизировали, чтобы дети в Германии спали спокойно. Да и от старичков Билла и Лэнса за пределами Японии отказались. Теперь их стали звать Джимбо и Салли. Авторы перемудрились сюжетом, ведь в японских версиях действие происходило в будущем. А в американках первой и второй части было наше время. И вот третья часть должна была сделать таймлайн во всех регионах идентичным. Для этого американским героям и сменили имена. На этот раз Konami избавила нас от вьетнамских флешбеков. Джунглей в игре не было, а первые перестрелки стартовали в индустриальном районе футуристического мегаполиса. За шесть уровней игрокам давали четыре хардкорных локации с видом сбоку и две не менее сложных с видом с высоты птичьего полёта. А в конце ждала база пришельцев с уже тремя жёсткими боссами. С царём демонов Гава, агрессивным летающим мозгом и монстром по имени Шесть Мужчин Ферамедо, который мешает нам спокойно улететь с базы на своей уютной вертушке. Ничего удивительного, что в третьей части акцент сделали на тройке. Она даже вышла на трёх разных платформах — Super Nintendo, Game Boy и Game Boy Advance, для которой использовали контент из более поздней игры серии. В том же 92-м вышла уже четвёртая по счёту крупная игра в серии, без цифр в названии. До настоящей четвёрки были годы и годы ожиданий. Contra Force стала попыткой сделать что-то новое, повернуть серию в необычном направлении. Подвох оказался в том, что изначально Contra Force называлась иначе — Ark, Hound и была игрой, не имеющей отношения к популярному франчайзу. Из-за технических проблем и экспериментальной натуры игры Konami выпустила её только в США. Но пиратские хаки преподнесли её как Super Contra 6, и многие дети из СНГ того времени безуспешно искали на прилавках горбушки и митинского радиорынка предыдущие части, со второй по пятую. А всё родство с настоящей Contra ограничилось упоминанием города Нео-Сити, который занимал важное место в третьей-четвёртой частях основной серии. С помощью этой игры Konami попрощалась с платформой NES и двинулась вперёд к светлому будущему на 16 битках. Одна из самых любимых инородных частей шутэ-мапа — Contra Hard Corps. Или просто Hard Core, если произносить на британский манер. Самое честное название для наиболее оригинальной и необычной части серии, которая в этом году отметила 18-летие. Hard Corps была первой Contra для Sega Mega Drive, и авторы по максимуму заправили её новыми фишками. Тут появилось четыре уникальных героя, причём у каждого был свой арсенал оружия и свой хитбокс. В мелкого робота Брауни было тяжело попасть, а ещё у него был электромагнитный йо-йо, самостоятельно наводящийся на врагов. В общем, изи-мод. Компанию Коричневому составили бравый альфач Рэй, его сексапильная подружка Шина и человекоподобный волк Брэд Фэнк с кибернетическими имплантами. Нет достаточных слов, чтобы описать всю угарность этой части. Здесь предусмотрена возможность выбора развилок и дальнейших уровней, есть секретные этапы и целых шесть концовок. Героев наградили подкатом, взятым из хитовой Sega-игры Gunstar Heroes, во время исполнения которого они на короткое время были неуязвимыми. Помимо традиционного исследования на своих двоих, авторы сделали уровни на скоростных байках, уровни, во время которых приходилось постоянно подниматься вверх. Один из этапов проходил на хайвее, и нашим бойцам приходилось буквально убегать по трассе от опасного босса, расстреливая его. По сути, эта фишка стала отсылкой к самой первой части, однако тут нам потребовалось не прорываться вглубь экрана, а убегать от злодея, двигаясь лицом в экран. В Европе и Австралии хит подвергся цензуре. Многие кровавые сцены вырезали, всех заменили на роботов, а также убрали концовку, в которой отряд Хардкор принимал приглашение главгада присоединиться к нему. Но даже с такими костылями европейский проботектор сохранил драйв и ураганный ритм одного из лучших 16-битных экшенов. Иронично, что после взлёта мегадрайвовской Контры началась череда провалов. Контра Legacy of War от разработчиков под вывеской «Appolusa Interactive» вышла в 96-м, через два года после Хардкора. Игру решили перенести в полноценное настоящее 3D, но понимая рискованность эксперимента, трёхмерную часть Контра выпустили эксклюзивно в США. Заодно туда добавили очки здоровья и возможность сохранять прогресс на карту памяти. От прошлой игры остался лишь протагонист Рэй Поуэрд, сколотивший новую команду для борьбы со злым тираном Бассаден. На бумаге геймплей должен был стать разнообразнее за счёт кувырков, стрейфов и других трюков, но по факту играть в эту часть было неудобно, кривизна сказалась на динамике. Эта же проблема ждала в финальной игре для PlayStation 1 — SEA The Contra Adventure. В ней девелопмент доверили тем же людям, что и прошлую часть, и они повторили ровным счётом те же самые ошибки, хоть и добавили несколько уровней с видом сбоку в классическом формате. Геймерское сообщество приняло обе 3D-части с прохладой, и как итог, их официально убрали из таймлайна под улюлюканье прессы. IGN, к примеру, поставил 1 балл из 10, а GameSpot заявил, что с трудом верят в то, как Konami удалось выпустить столь жалкую часть некогда великой серии. Этим ребятам предстояло ещё не раз удивиться тому, на какое дно способна упасть некогда крутая студия. Konami не выдержала насмешек и отняла у Аполлуза все права на разработку новых игр серии. В итоге, через несколько лет студия навсегда закрыла двери, в то время как правообладатели выпустили следующую игру в официальной хронологии. Contra Shattered Soldier. Формулировка «травмированный солдат» из-под заголовка относилась к Биллу Райзеру. Он был вынужден убить своего постоянного напарника Лэнса Бина и был приговорён к 10 тысячам лет криотюрьмы. Но уже через 5 лет вышел по условно-досрочному освобождению, чтобы спасти мир от злых пришельцев. Точнее, его выпустила женщина-киборг Люсия, которая стала важным персонажем для вселенной Контры и появилась в парочке игр, вышедших позднее. Стоит отдать должное авторам. Дух классики воплощён в полной мере. Run and Gun. Pray and Spray. В игре отсутствует сохранение и континью, вынуждая игроков расправляться с инопланетной угрозой за одну сессию. При этом от эффективности игрока зависит концовка. И чтобы получить лучшую, понадобится пройти все уровни, ни разу не погибнув. А заодно получить высокий хитрейт, близкий к 100%, то есть количество удачных попаданий во врагов и разрушаемые предметы интерьера. В итоге Shattered Soldier ввела единый канон для всех версий и сделала японский вариант единственно верным, по сути выкинув из него игры, выходившие для PlayStation 1. 78 баллов от прессы вернули Konami в высшую лигу, но студии ещё предстояло удержаться в ней с помощью новых релизов. Десятой игрой линейки стала Neo Contra – эксклюзив PlayStation 2, который в короткие сроки стал одним из самых громких релизов в жанрах экшен и run-and-gun в 2004 году. Учитывая дату на календаре, от Konami ждали инноваций, и они не подкачали. Студия сделала экспериментальный микс из уровней с видом сверху и традиционных уровней сбоку, при этом иногда они переключались за доли секунды. Вот мы мчимся на боевом динозавре по изометрической трассе, а спустя секунды камера выставляет обычную для сайдскроллеров картинку сбоку, и приходится адаптироваться за считанные моменты, совсем как в Super Paper Mario, если играли. А ещё тут есть фирменные уровни из-за спины, новые механики рывка и переката для уклонения от выстрелов, и один смелый эксперимент. Впервые за всю историю серии к десятой части главные герои разучились прыгать. Кнопки прыжка в игре нет. И если пенсионеру Биллу это простительно, то вооружённый катаной новичок по прозвищу Ягуар мог бы показать молодецкую удаль. Люся, к слову, тоже была в деле, но в качестве секретной героини, которая не отображалась во время кат-сцен, и вместо неё показывали Билла. В итоге мнения о новинке разделились. Геймеры оценили её на 75 баллов, а пресса выдала на 10 баллов меньше. Contra 3 вышла в 1992, а Contra 4 — в 2007. Между играми пропасть в целых 15 лет. Выпустили номерную часть только на мобильных телефонах и консоли Nintendo DS, обыграв фишку с двумя её экранами. Герой способен легко перемещаться между верхним и нижним экранами, спасаясь от опасности и расстреливая врагов. Для этого его вооружили крюком, с помощью которого он подтягивался до уровня верхнего экрана. Для казуальных геймеров подобная гибкость была сложной, и четвёрка справедливо попала в список самых хардкорных игр года. По сути, крюк стал её единственным ноу-хау, но как же круто он использовался в некоторых битвах с боссами. Само собой, все те, кому завышенная сложность была по нраву, остались от интерактивного боевика в восторге. Здесь были уровни из-за спины со штурмом базы, совсем как в первой части, и на нижнем экране консоли отображались лабиринты этой самой крепости. Пометуя о европейской цензуре, игру вообще не стали выпускать в старом свете. И европейцы, и австралийцы живут без Contra 4 по сей день. Рейтинг двухэкранного эксклюзива составил 80 баллов от фанов и 83 балла от специалистов. Судя по дальнейшим телодвижениям, Konami утратила серьезный интерес к серии. Компании понадобилось более двух лет, чтобы сделать новую игру. Ей стал спин-офф Contra Reverse. За названием скрывается максимально олдскульный и традиционный геймплей Contra, графику которой подтянули для приемлемого уровня Nintendo Wii. Интересной фишкой стала финальная в игре битва на поверхности Луны, когда ракурс несколько раз за бой меняется, и персонаж оказывается то вниз головой, то стоящим на одной из боковых поверхностей экрана, при этом драка не думает останавливаться. Но из-за короткой продолжительности и неканоничного сюжета игра не снискала большого одобрения в контр-тусовке. Пресса выставила ей 76 баллов. В том же году появилась Contra Star Wars. Хотел бы я, чтобы она выглядела как известный фанатский ролик с Люком Скайуокером, истребляющим всех своим лазерным мечом, но за громким названием скрывалась «Пострелушка для внутреннего китайского рынка», вдобавок сделанная на Java исключительно для телефонов. Альтернативным неймингом была Contra «Война миров», и воевать с мутантами из космоса пришлось на Луне. Напомните, в который уже раз? В 2011 году выходит Hard Corps Uprising — анимешный спин-офф Contra, в котором даже нет привычного для фанатского уха названия. Продюсер игры Кензи Ямамото собирался сделать из Hard Corps отдельную серию экшенов и даже уболтал руководство на эту авантюру. Но игра не выстрелила. Главным героем сделали «Багамута». Если помните, главного злодея хардкора зовут именно так. Первоначально авторы заявляли апрайзинг приквелом к хиту 1994 года, но после того, как увидели продажи, пересмотрели своё отношение к игре. Апрайзинг так и не вышло на физических носителях, ограничившись цифровыми магазинами PlayStation 3 и Xbox 360. А добрый «Багамут» и военный преступник-полковник «Багамут» оказались не родственниками, а просто тёзками. Пёстрая цветовая гамма, роботы-трансформеры, отсутствие фирменных для серии уровней из-за спины или уровней сверху, как в Contra 3, да и просто уход от волшебного слова в названии, привели к закономерному итогу. Плохие продажи не позволили сделать из неё реальный хит. Авторы добавили в DLC ещё трёх платных героев, а затем по-быстрому свернули лавочку. Пресса солидарно выставила оценку в 75 баллов, а мета Скор игроков оказался ниже — 71 балл. Уверен, спустя все эти годы по игре с непростой судьбой никто уже давно не скучает. Вот я и приблизился к худшим временам серии. Contra Rogue Corps вышла в 2019-м и зарекомендовала себя худшей игрой серии. Для начала цифры. На разных платформах геймеры выставили ей 41, 44 и 49 баллов. Пресса была чуть более благосклонной, выставила версии для Switch аж 42 балла. Единодушие наблюдается между ПК-боярами и консоли-дворянами, ведь в Стиме рейтинг проекта застрял на 40 баллах, а покупать его не торопится даже с 90-процентной скидкой, которую авторы предлагают далеко не в первый раз. Чем же так Rogue Corps провинилась? Худшая Contra превратилась из бодрого Baby Gea в убогий твин-стик-шутер с совершенно неподходящими типажами героев типа учёного в теле кибернетической панды или инопланетянина Жука, который разговаривает на манер британского джентльмена. Но странные герои, которых не ждёшь в классическом экшене, лишь капля в море. К игре зачем-то прикрутили боёвку с вылетающими из врагов цифрами урона, а также затяжные кат-сцены на каждый чих, будь то запуск ракеты массового поражения или долгая анимация добивания. А ещё эти постоянные перегревы оружия, из-за которых массакр инопланетян приходится ставить на паузу. Игроки заклеймили Rogue Core позором из-за кривой и абсолютно ненужной прокачки, вялой динамики перестрелок и необходимости рутинно перепроходить одни и те же уровни, чтобы прокачать урон своего Пандарена. В каком-то смысле этот эксперимент походил на Legacy of War, но в 2019 году у Konami уже не было того кредита доверия, который позволил бы счесть этот провал разовой акцией, а не тенденцией, преследующей серией уже долгое, очень долгое время. По этой причине юбилейный сборник старых игр Contra Anniversary Collection в сообществе восприняли как попытку наклеить пластырь на отрубленную руку. И знаете что? Реабилитироваться за провал очередным перевыпуском стареньких игр не получилось. Тем более авторы пожадничали и не добавили в подборку ни одной игры, вышедшей после Hardcore. Rebirth так и осталась эксклюзивом V. А что же сейчас? Быть может, Konami пытается как-то сгладить углы от нескольких провальных релизов подряд, анимешного ответвления и эксперимента над нервами фанов? Как сказал Шрек? Ага, поверил. Ну и бредятина. В 2021 году состоялся глобальный запуск совместного проекта Konami и Tencent Contra Returns. То есть старая добрая Contra возвращается. Уравить! Не совсем. Эта часть распространяется исключительно на мобилках под управлением iOS и Android по схеме Free-to-Play. То есть скачиваем бесплатно, а всё остальное докупаем за денежки. В Китае игру запустили ещё в 2017 году, плюс в разных регионах она называется по-разному. Лучше всего проблему описал блогер Russian Geek. В игре очень жёсткая монетизация, прокачка героев и вооружение занимает десятки часов, а те, кого не устраивает такое положение вещей, могут ускорить прогресс с помощью кредитной карточки. Учитывая, что вскоре после старта вам подсунут уровни, которые требуют высокого уровня аккаунта, замысел авторов более чем очевиден. Также тут задействована гача-модель с возможностью получить хороший лут, рандомным образом кидая в экран телефоны деньги. И ещё есть боевой пропуск с бонусами и дополнительными героями. Хоть спасибо, что за патроны денег не просите. Но самой неприятной вещью является стамина. Это количество попыток, которые вы тратите на автоматические рейды для добычи ресурсов. Без ресурсов нельзя прокачать героя, нельзя получить новые уровни, и выбор прост. Покупай, либо жди, когда суточный лимит на авторрейды обнулится. А ещё сюда прикрутили ПВП-элементы, где прав тот, кто залил в своего гигачада больше шекелей. При этом в количественном эквиваленте Контра может потягаться даже с Геншин Импакт. Бойцов тут десятки из всех возможных частей. Причём есть реально необычные ребята, например, Пульс Уильям, Ученик Лэнса и первый в истории серии герой с Растафари Дреддами. Ах да, оценки. Пользователи наградили донатную помойку, заюзавшую некогда доброе имя Контраоценкой, в 0,3 балла. По делам. Как видите, старые части были любимы у людей, а новодел их раздражал. Интересно, почему же так произошло? Неужели как-то мог повлиять курс на донат, безвкусица новых игр и нелепые попытки в юмор, вызывавший кринж у всех без исключения? Да нет, сынок, это фантастика. Кто-то может заявить, что игры, подобные старушке Контра, изжили себя и невостребованной аудиторией. Но нет, Капхэт или Майти Гус смеются этому ошибочному мнению в лицо. Скорее всего, виновата сама Конами, которая потеряла все полимеры и разбазарила все серии до той крайности, что сейчас из корпоративного гиганта превратилась в контору, которую знают в лучшем случае по былым заслугам, а на самом деле по починка-слотам. Мой вам совет, держитесь от новодела подальше. Если так уж хочется попробовать классику, то в легальном доступе есть и сборник с первыми играми серии, и бесплатная Контра Spirit of War Redux. Лучшая фанатская игра по Контре за последние, ну, лет за 15 наверняка. При этом вышла она в январе 2021-го, то есть относительно недавно. Современным бракоделам из команды «Конями» и самим стоило бы обратить на неё пристальный взор, как и на другую культовую вещь. Iron Meat, то есть «железное мясо». Эту оду классики создаёт разработчик-одиночка из России Иван Валерьевич Суворов. Его страница в Стиме так и называется. К слову, полноценная демка с двумя уровнями, которые доверху набиты отсылками к классическим частям Контры, уже ждёт всех желающих. Наши планы на будущее просты. Надеемся на успех отечественной Iron Meat и с осторожностью ждём хоть каких-то признаков жизни от «Конами». Хллоу, ребята, тут у вашей культовой игры юбилей, на секундочку. Друзья, если мой рассказ был вам интересен, подписывайтесь на IGM на YouTube, бейте в колокол, а заодно оформляйте подписочку в соцсетях. На всякий случай напомню, это по-прежнему ВКонтакте, Дискорд и ТикТок, Телега и Твич. Рады всем, и тем, кто помнит Контру, и тем, кто узнал про её непростую судьбу впервые. Кстати, а какая у вас любимая игра в серии Контра? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова